друзья всем привет вот получила очередную посылочку орхидейку и значит сейчас хочу рассказать что я буду с ней делать расскажу небольшую предысторию значит в этой орхидейки три цветоноса вот один до цветонос видно и с этой стороны два цветоноса меня именно это и подкупила что здесь три цветоноса и изначально меня предупреждал мальчик предупреждал что есть повреждения повреждения на листиках и он не может определиться какого рода это повреждение то есть если здесь это сейчас покажу это механическое повреждение да то здесь вот может не видно в середине листика ну как запревшие вот такое вот прям белое пятно и видно с этой стороны вот с этой стороны вот прям белое пятно этот листик пожелтевший пожелтевший листик кусочка листика здесь нет и кусочка листика здесь нет то есть меня изначально предупреждали что орхидейка вот в таком состоянии во время пересылки это где-то в течение недели она находилась в темной коробке ей было жарко и для нее это был естественно стресс может быть эти листики и были немножко с потерявшим тургором но сейчас мы будем с ней заниматься я смотрю вот корни закукленные здесь корешки закукленные вот один вот второй корешок и в самом горшочке это редлип кстати я ее немножко пролила буквально чуть-чуть пару капель поскольку неделю ехала она в посылочке ну корни вроде бы как бы ничего так но я хочу сейчас значит вытянуть это растение со стаканчика с горшочка посмотреть что там в середине с корневой системой также сделать ей обработку обработку от насекомых от вредителей почему потому что незнакомое растение ко мне попало домой я не знаю его предысторию я не знаю может быть даже в стадии личинок находятся эти вредители и сейчас допустим невооруженным глазом ничего не видно но если они есть значит после этой обработки после этой профилактики значит они все погибнут итак друзья давайте значит вытянем это растение со стаканчика и посмотрим корневую систему вот друзья я подготовила площадь рабочую поверхность и сейчас буду извлекать эту орхидейку с горшочка ну конечно она внутри цветоноса конечно меня это очень-очень конечно привлекло ну давайте сейчас посмотрим что тут в середине да она не извлекалась не пересаживалась корни сидят плотно так вот так вот значит мы достали и сейчас отберем этот грунт который у нас здесь есть конечно спасибо продавцу растение в сухом состоянии приехала сейчас у нас на улице плюс 30 то конечно оно запрело это растение если бы оно было мокрое так что мы тут имеем что мы тут имеем так 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 закокленные корешки вот листовые механические вернее повреждения вот что у нас с этой стороны с этой стороны у нас ну вот здесь корешки пытались пробиться ну корневая я вам скажу вот посмотрите да вот корневая ну достаточно такая хорошая вот буквально тут один корешочек который я подрежу а так в принципе вот если это все дело разобрать разложить тут корешок где-то ушел вглубь вот то как бы ну достаточно неплохо неплохо сейчас я вытяну этот корешочек так 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 не хочет не хочет он вытягиваться вот вот прям смотрите ага тут вот то есть этот корешок можно можно удалить здесь вот сгнивший кусочек и в принципе корешки закукленные поэтому поэтому что нужно сделать обработку сейчас и потом мы дальше посмотрим вот скорее всего вот желтенькое пятнышко желтенькое пятнышко это от самого цветоноса от цветоноса и сейчас покажу вот это пятнышко вот видите вот пятно и на этом листике вот пятнышко ну я думаю скорее всего это как вот запревшее растение видать оно лежало как-то либо в упаковке долго стояло либо лежало вообще ну как-то повреждения да такие такие как бы значительные ну хорошо давайте тогда мы сделаем как мы значит сразу сделаем обработку от вредителей от вредителей и потом посмотрим что мы дальше с ним с ней будем делать значит обработку я буду делать квитофор квитофор от насекомых значит универсальное средство мне оно очень понравилось здесь и щитовки и мучнистый червец и гусеницы и в общем в общем универсальное средство мне когда-то напали белокрылка напала на пеларгонию то конечно мне оно очень понравилось и даже с первого раза с первого раза спасла мою королевскую пеларгонию поэтому пользуюсь пока только этим вот друзья давайте значит я сделаю обработку значит обработку я буду делать на расстоянии примерно 25-30 сантиметров я сделаю обрызкивание значит нашей орхидеюшки оставлю ее на просушку я думаю вам это будет неинтересно как я буду брызгать растение вот оставлю его на просушку и потом дальше продолжу видео ну что ж друзья я обработала значит орхидейку нашу средством от вредителей сделала им профилактику и также обработала эпином эпин это у нас адаптоген который адаптирует наше растение после пересылки после болезни после перемерзания заморозков и так далее вот друзья и теперь я посажу нашу орхидейку в горшочек значит горшочек я беру прозрачные делаю в них отверстия для хорошей вентиляции воздуха и значит я уже сюда положила керамзит на одно горшочко немного коры вот немного мха вот самую грамочку мха положила для сохранения влажности и теперь значит посажу нашу орхидейку в наш горшочек вот значит расправим корешочки чтобы они хорошо распределились по горшочку значит углублять я сильно не буду углублять орхидейку не нужно вот распределим корешочки засыпем грунтом и будет наша орхидейка хорошо себя чувствовать в новом домике ей тут будет посвободнее покомфортней вот вот друзья я заложила значит корой полностью наше растение теперь сверху уложу мох хочу показать какой у меня мох значит я его собирала в лесу вот он такой прямо зеленковатый я его высушила сначала а потом вот перед посадкой я его пролила кипятком и теперь значит я уложу сверху нашу орхидейку мхом мох так сказать свежий совсем свежий вот так вот улаживаем мох сверху и наша растюшечка будет жить в новом домике с ней будет все хорошо вот друзья на этом буду заканчивать свое видео я надеюсь оно вам было полезно подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы до новых встреч до новых встреч до новых встреч